Не так часто на нашем канале я делаю обзоры микрофонов, хотя в последнее время не так часто ролики выходят в принципе. Но тем не менее, микрофоны я обозреваю еще реже. Тем не менее, компания FIFINE сегодня нам прислала посылочку, которую мы с вами скроем и посмотрим, что же интересного в ней есть. Сразу скажу, это динамический микрофон, который мы потестируем, посравниваем, посмотрим, насколько он хорош. Начнем с небольшого анпакинга. Вот такая у нас коробочка. Выглядит довольно симпатично. Микрофон называется FIFINE K688. Тут также указано, что его возможно подключить через XLR или через USB. В коробочке у нас сразу инструкция и сам микрофон. Кабель USB, USB Type-C. Так, это у нас какой-то переходник. Ну и собственно сам микрофон. Выглядит солидно, но по весу он достаточно легкий. Больше в коробочке, как понимаю, ничего нет. Давайте посмотрим микрофончик поближе. Так, ну по сути он сразу у нас расположен в таком вот пуке. Микрофон динамический, если то я не совсем понимаю, насколько нужен ему именно паук. Но тем не менее, здесь он есть и в принципе это хорошо подавляет. Лишние вибрации, лишние стуки не будут проходить на корпус микрофона. Сзади у нас XLR, выход. Также у нас два регулировки. Одна за микрофон отвечает, другая отвечает за подключенные наушники. Вход для наушников тут также здесь. Здесь же у нас и выход под USB Type-C. То есть получается, что чтобы он через USB Type-C работал, у нас внутри еще есть какая-то звуковая карточка. То есть внутри у нас и звуковая карточка, и сам микрофон. И при этом микрофон, не сказать, что тяжелый. Даже несмотря на то, что здесь уже паук установлен. То есть, ну микрофон достаточно легкий. Очень интересно будет послушать, насколько хороший звук с него будет. Кстати, вот здесь вот снизу еще у нас есть некоторая кнопочка, которая, видимо, отвечает за выключение микрофона. Она походу сенсорная, потому что нажать ее сейчас не получается. Ну давайте посмотрим, подключим микрофон, посмотрим, как он звучит. Да, что касается POP-фильтра, то он тоже такой приятненький. Хотя, конечно, достаточно необычный, если сравнивать с какими-то классическими микрофонами. Но вообще-то довольно странный. Давайте посмотрим, что из этого выйдет, если мы его подключим, послушаем, какой будет звук. Да, есть у меня вот такая стойка с микрофоном. Соответственно, сейчас стойку будем использовать. Закрепим туда микрофон Fifine. Это пока снимем. Это, кстати, конденсаторный микрофон. Можно будет чуть позже с ним сравнить по качеству звучания. Тоже какое-то недорогое. Позже к этому вернемся. Давайте сначала установим Fifine на эту стойку. К сожалению, тут не регулируется высота никак. Можем только наклон менять. Но этого нам вполне будет достаточно, чтобы проверить качество записи. Дальше, соответственно, микрофон подключаем к компьютеру. И будем проверять. Да, тут есть у нас, как я уже говорил, XLR-выход. Он нужен для того, чтобы этот микрофон можно было подключить, например, к звуковой карте, к внешней. Бывает полезно, но мне кажется, что все-таки подобный микрофон чаще используют именно с помощью USB. С помощью подключения через USB. Ну, потому что для подключения через аудиоинтерфейс нужен, соответственно, сам интерфейс. Он стоит немалых денег, плюс, возможно, понадобится какой-то усилитель сигнала. Соответственно, это все может выйти, наверное, в трехкратную стоимость данного микрофона. Поэтому все-таки мы начнем с тестирования его через USB. Я думаю, что большинству из тех, кто будет покупать подобные микрофоны, интересен именно этот вариант. Если мы хотим говорить динамический микрофон, как это обычно делается, то есть максимально приблизившись к нему, то на максимально выгрузочной громкости микрофона, на 95% заданных в тот же Windows, у нас получается перегруз. Соответственно, вот здесь я немножко убавил гейн. И, соответственно, у нас уже получается более-менее ровная запись без каких-то перегрузов. Я надеюсь, вы ее сейчас слышите и, в принципе, можете оценить качество звучания. Я совершенно не буду данную запись редактировать, чтобы вы могли понять, какого качества вы можете добиться. По сути, я ничего не сделал. Я просто подключил этот микрофон к компьютеру. Я выставил 95 уровень громкости в Windows. И я, соответственно, запустил программу по записи звука. И сейчас говорю. И, соответственно, вот здесь покрутил этот бегунок. По сути, я не сделал никаких настроек и получаю вот такой вот звук. Давайте сейчас немножко помолчу и послушаем заодно уровень шума. Ну, вы послушали шум. Есть он, нет. Я пока не знаю. Пока еще не тестировал этот момент. Вместе с вами будем, так сказать, все проверять. Что касается динамических микрофонов в целом, то с помощью них записывают голос в последнее время. Очень часто есть очень популярные модели, такие как Shure SM7B. Наверное, самый популярный динамический микрофон из всех, что есть. Популярный, качественный и все такое. Почему эти микрофоны хорошо подходят для записи голоса? Они достаточно узконаправленные. То есть я говорю прямо перед ним, и он записывает мой голос. Все вещи, которые происходят здесь вокруг, он не так сильно ловит, как микрофоны подобного типа. Что касается сравнения динамического микрофона и конденсаторного. Сейчас вот мы тоже взяли недорогую модель конденсаторного микрофона, и вы можете слышать качество звука, который я записываю с помощью него. Конечно, динамический микрофон хорошо записывает звук, который находится непосредственно перед ним, и при этом глушит окружающие звуки. Что касается конденсаторного, то он делает это хуже. То есть окружающие звуки слышны гораздо лучше. В то же время нет прямо острой необходимости находиться прямо непосредственно перед микрофоном. Я могу его разместить чуть дальше, чуть увеличить гейн. У меня там есть еще запас. Я сейчас работаю не на максимуме. И, соответственно, у меня звук тоже будет получаться вполне себе неплохой. Да, вот давайте я гейн увеличил. Отдалил источник звука, то есть свой род от микрофона. Но звук все равно записывается достаточно неплохо. Но опять же, в помещении при этом мы отдалили источник звука, и у нас больше слышно эхо тоже, например. Итак, какие промежуточные выводы у нас есть? Если мы говорим про использование динамического микрофона, то, конечно, лучший результат он показывает, в том числе это касается микрофона FIFINE, когда мы источник звука располагаем максимально близко. То есть на удалении, тут уже по записи даже видно, что при равном удалении от конденсаторного, от динамического микрофона, звук, конечно, на динамическом теряется гораздо сильнее. От конденсаторного можно находиться, источник звука может находиться дальше, чем от динамического, при этом сохраняя достаточно высокую громкость звука. При этом, безусловно, на конденсаторный микрофон записывается большее количество окружающих шумов, в отличие от динамического микрофона. То есть вот такая вот интересная информация. Если хотите дальше находиться от микрофона, то вам нужен скорее конденсаторный. Если можете себе позволить находиться максимально близко, то, скорее всего, с задачей записи голоса динамический микрофон справится лучше. Но это что касалось сравнения бюджетного конденсаторного микрофона с бюджетным динамическим микрофоном. Но я думаю, вам будет интересно сравнить наш динамический микрофон, недорогой, с каким-нибудь дорогим динамическим микрофоном, при этом подключив тот же Fifine через XLR к звуковой карте и посмотреть, что из этого выйдет и как он будет в сравнении, например, с легендой Shure SM7B. Мне самому интересно, давайте посмотрим. Итак, Shure SM7B против нашего микрофона Fifine. Ну, сразу хочу сказать, что, конечно, это участники в разных весовых категориях. Очень сильная, очень большая разница в цене между этими устройствами. И, соответственно, конечно, один к одному сравнивать их некорректно. Ну, просто, чтобы вы понимали, есть ли разница вообще. Я еще не сравнивал. Вот сейчас мы с вами посмотрим, есть ли разница, если она есть, насколько она сильная. В общем-то, вот наши вводные заключаются в том, что у нас тут есть звуковая карта Focusrite Solo. Вообще, подробные названия я напишу в описании, всего, чего я сегодня использую, чтобы вы могли, если что, себе прикупить что-то. Также у меня тут есть усилитель. Честно говоря, я даже не знаю, какой фирмы. Ну, какой-то очень недорогой. Соответственно, усилитель плюс наша аудиокарточка внешняя. И, соответственно, к этому всему будет сначала подключен наш Shure. Мы на него запишем звук. И потом будет подключен Fifine. С помощью него тоже запишем звук. Ну, и сравним. В принципе, даже, я скажу так, сравните вы сами и сделайте сами выводы. Потому что, ну, думаю, что выводы я сейчас могу сделать, даже не проводя сравнение. Shure будет лучше. Но вы должны понимать, что это в разных ценовых категориях все-таки микрофоны. Совсем в разных. Ну, поехали. Начинаем с вами с Валерия Лермонтова. Слова разлуки повторяя. Слова разлуки повторяя, Полна надежд душа твоя. Ты говоришь, есть жизнь другая. И смело веришь ей. Но я... Оставь страдальца, будь покойна. Где б ни был этот мир святой, Двух жизней сердцем ты достойна. А мне довольна и одной. Тому ль пускаться в бесконечность, Кого измучил краткий путь. Меня раздавит эта вечность, И страшно мне не отдохнуть. Я схоронил навек былое, И нет о будущем забот. Земля взяла свое земное, Она назад не отдает. Все-таки сложилось впечатление, Что микрофон Fifine нужно подальше От источника звука располагать, Несмотря на то, что он динамический, Но по ощущениям он работает не так, Как SM7B. То есть, если SM7B мы можем близко К источнику звука расположить, И звук будет хороший. По сути, там чем ближе, Тем лучше звук. Ну, наверное, в каких-то разумных пределах. То здесь, если слишком близко расположить, То постоянно возникает ощущение, Как будто у нас перегрузка происходит, Несмотря на то, что по графикам Нет никакого перегруза. Поэтому думаю, что нужно Чуть увеличить дистанцию до микрофона. Ну и вообще, конечно, Когда у вас есть какой-то определенный микрофон, К нему еще нужно приспособиться. Тем не менее, что хотелось бы сказать Про микрофон Fifine. В принципе, это хороший вариант. Вот сейчас я записываю через USB. Я думаю, что так его будут использовать большинство. То есть, я подключил его к звуковой карте. И, честно говоря, никаких преимуществ от этого не обнаружил. То есть, подключение к звуковой карте Дает вам дополнительные траты на звуковую карту, На усилитель. То есть, тут еще фантомное питание должно подходить. Все такое. Поэтому, нет никакого смысла С этим вообще заморачиваться. Покупайте такой микрофон для того, Чтобы его использовать через USB. То есть, это такая простая система. Вам не нужно ни над чем думать больше. Не нужно искать усилитель. Не нужно думать, какую лучше звуковую карту купить. Вы купили этот микрофон, подключили по USB. Настроили громкость микрофона на задней панели. И все, собственно, снимаете, рассказываете, записываете звук. Достаточно удобно. То есть, такое plug-and-play устройство, можно сказать. Никаких особых навыков для его настройки не нужно. И качество звука вполне себе приличное. Опять же, этот микрофон нужен для того, чтобы записывать голос. Для того, чтобы записывать подкасты, какие-то озвучки, закадровый голос. Для этого, думаю, он отлично подходит. В целом, качество звука этого микрофона вы смогли сегодня оценить самостоятельно. И сами можете поставить ему оценку. Пожалуйста, напишите в комментариях, понравилось ли вам качество звука с этого микрофона. Как он вам по сравнению с нашим конденсаторным микрофоном. Как он вам по сравнению с Shure SM7B. Ну, пожалуйста, нужно быть, конечно, благосклонным к этому микрофону. С точки зрения того, что все-таки это уровень цены не Shure SM7B. Но это уровень достаточно низкой цены. И, в принципе, мне кажется, что за эту цену сложно найти, особенно, динамический микрофон, который будет лучше. А если такой есть, пишите в комментариях. Может быть, когда-нибудь найдем для сравнения и посмотрим, так это или нет. А сегодня это все. Спасибо за внимание. Вы были на канале Полный Кадр. Обязательно подписывайтесь. Следующие видео будут уже про фототехнику, как вы все и любите в основном. До скорых встреч. Делайте правильный выбор. Продолжение следует...